Все мы прекрасно знаем, что у нас нет идеальных дорог, хотя очень бы хотелось, и мы готовы к этому стремиться. Власти и многие СМИ регулярно пытаются убедить нас в том, что Красноярск удобный для жизни красивый город. Посмотрим, так ли это. И обсудим в коробке передач эти злободневные темы. В Красноярске живет миллион человек. 68 тысяч из них, то есть почти каждый 15-й красноярец, человек с ограниченными физическими возможностями. Инвалид. У многих из них есть автомобиль. Вы наверняка помните этот значок с коляской на стекле. Эти люди ведут нормальный образ жизни. Ездят по магазинам, встречаются с друзьями, ходят в кино. Но это им дается в десятки раз тяжелее, чем нам. Например, почти каждый раз, подъезжая к парковке и к местам для инвалидов, они видят, что место занято и вовсе не инвалидами. Наталья Рыжова Я слышала, что должна была проходить программа какая-то по оборудованию поликлиник. То есть пандусы, я не знаю, как насчет парковочных мест, но наверняка тоже должны были их сделать. Потому что доехать пешком просто на коляске до поликлиники это практически нереально. И вот недавно мы посетили одну из таких поликлиник. Там нет пандуса, там нет мест, там нет ничего. Парковки для инвалидов у нас в Маломальске появляются. По официальным данным, их в городе 160 штук возле административных зданий, музеев, театров. В ближайшие два года появится еще сотня. Но проблема не только в том, что их мало и что они не всегда там, где хотелось бы. Там, где они есть, они всегда заняты. То есть были случаи, когда приходилось спорить с людьми, которые припаркованы на этих местах. Едем на ЖД-вокзал. Для парковки водителей с инвалидностью и для людей, перевозящих инвалидов, здесь выделен целый ряд. Но, как мы видим, все места заняты. Хотя нам, можно сказать, повезло. В одной из машин был водитель, который тотчас же перепарковался, но даже такая любезность ситуацию не спасла. Вот теперь для того, чтобы выйти из машины, мне необходимо открыть пассажирскую дверь полностью. Но я этого сделать не могу, потому что она упрется в другую машину. И у меня два выбора. Либо не идти, куда мне нужно остаться в машине, либо поцарапать чужую машину. Парковки, предназначенные для инвалидов, заведомо шире обычных. Потому что водителю нужно не просто выйти, но и достать, например, коляску. Кроме того, они расположены ближе к месту назначения. Ведь для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и два метра расстояние. А мы тем временем пробуем поискать местечко на парковке возле краевой библиотеки. Ну вот, пожалуйста. Я понимаю, что на эти три места влезло четыре машины, даже пять. Но как-то от этого не легче. Не легче и возле театра оперы и балета. Вот, пожалуйста, это третья попытка припарковаться в специально отведенном месте. Несмотря на то, что здесь стоят знаки, на асфальте есть специальная разметка. Три места для инвалидов заняли пять других водителей на обычных автомобилях. С начала этого года сотрудники ГИБДД штрафовали почти 150 водителей, удобно устроившихся на парковке для инвалидов. Штраф за такое нарушение – 3-5 тысяч рублей в зависимости от ситуации. Но мало кто об этом знает, а многие и знака-то не замечают. На что один из автомобилистов-инвалидов сказал, «Чтобы стоять на моем месте, ты должен сидеть в моем кресле». Может быть, ставить рядом со знаком баннер с этой цитатой? Я думаю, что у нас люди просто настолько не привыкли видеть людей на коляске в городе, что они просто об этом не думают. Подумайте, Красноярск – город для людей, причем для всех.